Россию накрывает четвертая волна коронавируса. Ежесуточное количество умерших достигло пиковых значений. В последние дни это около 900 человек. Тверская область не входит в число регионов, где ситуация складывается наиболее тяжело. Тем не менее, медики призывают всех земляков сделать главной для борьбы с коронавирусом – привиться. Тверская область следует общероссийской тенденции. У нас тоже фиксируется рост заболеваемости COVID-19. Особенно среди пожилых людей. Что касается последних, то медики говорят об увеличении фактов тяжелого протекания болезни. Увеличивается количество тяжелых пациентов в реанимации. Это пациенты и мужчины, и женщины различного возраста. В основном, конечно, на данный момент преобладают пожилые пациенты. К сожалению, основная масса пациентов, которые к нам поступают, это, конечно, не вакцинированные. Пожилые люди, попавшие в реанимацию областной клинической больницы, действительно очень сожалеют, что не послушали профессиональных врачей и проигнорировали вакцинацию. Я не сделала прививку. Сделала очень большую ошибку. Это я медик, Василь, старшим. И прямо тогда. Должна была понять, что такое коронавирусная инфекция. Рот, рот. Рот. Рот мои прибыли, а я не. Должно было делать прививку. А я заболела. И мне больно отмолоть. И 6 числа надо было делать прививку. И я заболела корона. Я хочу сказать, что я здесь лежу. Даже не знаю, сколько, но не считаю числа, потому что это страшно. При этом в нашем регионе уже довольно много лиц пожилого и даже преклонного возраста, кто привился от коронавируса. Среди них и участник Ржевской битвы, почетный гражданин Верхней Волжи Иван Евгеньевич Кладкевич. В августе он отметил 97-летие. Ревакцинацию ветеран прошел в поликлинике областной клинической больницы. И первый раз, и второй раз. Я и сейчас не почувствовал абсолютно. Все нормально, понимаете? Все нормально. Вот так. И дома все нормально. И так что я очень благодарен нашей медицине. Жителям региона важно помнить о соблюдении мер профилактики коронавирусной инфекции. Специалисты подчеркивают, что даже после первой прививки, когда идет формирование иммунного ответа на вакцину, необходимо соблюдать масочный режим, избегать посещения мест массового пребывания людей. Что касается вакцины, то ее запасы в Тверской области превышают 150 тысяч доз. И речь идет не только о спутнике ВИ. Вакцинируем мы и спутником ВИ, и ковиваком, и эпиваком. Наибольшей все-таки популярностью используется спутник ВИ. Сейчас появился спутник ЛАЙТ. Он предназначен как для вакцинации, так и все-таки больше рекомендуют для ревакцинации, а также для лиц, которые перенесли коронавирусную инфекцию. В данный момент в Тверской области работают 55 пунктов вакцинации, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Это позволяет разбить поток желающих для обеспечения эпидемиологической безопасности. Привиться можно как по записи, так и без. В ТРЦ Рио, Рубин, торговом парке «Надин», ТЦ «Вавилон», а также в фитнес-клубе «Атлетик Джим». Редактор субтитров А.Семкин